всем привет с вами даже кукушкина вы смотрите программу телезнайки оставайтесь с нами и вы узнаете как раньше печатали фотографии как правильно стрелять из лука можно ли есть плоды кактусов а еще мы расскажем как появлялись народные промысла сейчас мы можем слушать любую музыку в любое время в любом месте а когда-то в эпоху граммофонов это было неслыханной роскошью в 1877 году французский поэт и изобретатель шарль кроу придумал и описал первый фонограф и отправил письмо в парижскую академию наук а там приняли это за очередные стихи и положили в стол какая несправедливость и в том же году та же идея пришла к американцу томасу эдисону он не стал ничего описывать и просто запатентовал изобретение и когда он сюда напел и отсюда голосом томаса эдисона зазвучала песенка то конечно все были в шоке тот период столетиями пытались записать звук ничего не получалось уже были известны фотография кино но немое а звук не получалось точно такой аппарат томас эдисон прислал с посыльным льву толстого в ясную поляну и он наговорил туда некоторые свои произведения эдисону реклама а потомкам голос толстого на память кто изобрел граммофон граммофон был изобретен берлинером он немец по происхождению но жил в америке граммофона была матрица и на эту металлическую матрицу можно было напечатать столько пластинок сколько было необходимо в россию граммофон попал 1902 году человек который его привез его забрали в полицию потому что привез дьявольскую машину этот уникальный граммофон принадлежал графу воронцову как вы думаете а где здесь раструб звук шел из этой вазы а скульптура девушки сверху слушает они делались из очень хороших пород дерева обильно украшались накладками израстами раструбы были очень красивые форме цветка латунный никелированный деревянные стеклянные алюминиевые алюминий в то время был дороже золота со временем граммофоны стали специально изготавливать под интерьер раструбы устраивались внутри граммофоны стоили очень дорого например такой ящик стоил как хороший домик в пригороде петербурга как граммофон работал от электричества нет 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 граммофоны это все механика там стоит мотор который имеет заводную ручку пружина доводилась до определенного состояния насколько вы завели настолько проиграет пластинка граммофоны выпускалось огромное количество прибамбасов иглы аппараты для заточки игла детям дарили шоколадные пластинки которые они могли послушать и съесть жаль что сейчас не выпускают съедобных наушников для плееров слушала граммофоны полина марасанова чем отличаются города разный климат разные здания а на руси было еще одно большое отличие в каждом городе был свой промысел а почему в каждом городе свой промысел развитие промыслов и каких-то традиций зависит во-первых от территориального расположения потому что разные города села а в нашей огромной стране располагались в разных местах например где-то было много глины а где-то было много леса и поэтому где-то развивалась к примеру промысел связанный с глиняными фигурками а где-то связанным с деревянными фигурками и с росписью по дереву в стиле богородское делали двигающиеся игрушки вот такие вот кузнецы стали символом богородского они даже изображены на гербе в городской росписи должно быть много цветов и все они очень яркие ткать умерли во всех городах и деревнях ткатский станок был почти в каждом доме чем ремесло отличается от промысла но ремесло это когда просто человек что-то делать своими руками промысел да от слова что-то промысливать или может быть продумывать то есть когда человек делал что-то своими руками и начинал на этом зарабатывать какую-то небольшую денежку золотые монетки то собственно это уже его дело превращалось в промысел все знают тульский пряник но на самом деле первый пряник появился в архангельске он назывался козуля а еще пряники делают вологде пряник самовар дай угадай где мы мы в туле с народными промыслами познакомились диалета каява и маша павлович для того чтобы напечатать фотографии нужен принтер а раньше изображение на бумаге появлялось совсем по-другому фото с ленингреческого переводится как свет а графа рисовать значит фотография это светопись сейчас я хотел бы вам показать основной принцип на котором вся фотография и светопись держится это устройство называется камера обскора видите здесь здесь находится маленькая дырочка а там внутри просто экран из кальки лучи они попадают в это отверстие и проецируются на вот этом экране как изображение появляется на бумаге для этого мы используем вот такой специальный прибор называется фотоувеличитель здесь находится ланта потом несколько линз затем свет попадает у нас сюда на рабочую поверхность от обыкновенной бумаги фотобумага отличает вот этот блестящий слой и он такой потому что он пропитан специальной фотоэмульсией добавлены светочувствительные кристаллы они под воздействием света темнее а почему нужен красный свет бумага на которой мы будем работать она к этому свету не чувствительна она красный свет не видит негатив это изображение наоборот все черное становится белым а белое черным чтобы сделать фотографию люди использовали такие стеклянные пластины которые тоже с одной стороны пропитаны фотоэмульсией чтобы рисовать светом не нужен фотоаппарат а нужно просто положить на фотобумагу любые фигуры раз два три четыре чтобы изображение появилось надо искупать фотобумагу три раза проявите вода закрепите те участки которые хорошо пропускают свет на бумаге в итоге черные потому что туда попало много света те которые были белые стали черными а теперь фотография отправляется в сушку такой способ гораздо интереснее работали в фотолаборатории маша киселева и арена никифорова когда древнему человеку надоело бегать за мамонтом он начал думать как бы поразить его на расстоянии так на всех континентах кроме австралии появился лук луки бывают прямые бывают луки рекурсивные то есть с изгибом плечей бывают луки блочные прямой лук нам известен с самой древности начиная с каменного века и по текущий момент стреляют люди там в джунглях амазонки где-нибудь из примерно таких луков в азии использовались конечно сложно составные луки современные луки которые используются в том числе на олимпийских играх рекурсивные каких деревьев делали луки обычно конечно лучше гибкие породы древесины это например орешник кизил птицовое дерево достаточно когда древнему человеку надоело бегать за мамонтом он начал думать как бы поразить его на расстоянии так на всех континентах кроме австралии появился лук луки бывают прямые бывают луки рекурсивные то есть с изгибом плечей бывают луки блочные прямой лук нам известен с самой древности ух ты классно получается что лучником нужно иметь хорошее зрение самое главное это техника стрельбы есть лучники в том числе сейчас в сборной кореи есть один лучник который обладая слабым зрением практически на уровне инвалидности является обладателем мировых рекордов и олимпийскими чемпионами спортивные луки ограничены силой натяжения 27 килограмм мышцы которые используются для стрельбы из лука мы тянем лопатками в обычной жизни практически не задействованы неподготовленному человеку даже крепкому физически такой лук найти очень тяжело на каком расстоянии расположены мишени на олимпийских играх мужчины и женщины стреляют на дистанцию 70 метров а на кубке мира например мужчины стреляют на 90 метров специалисты говорят что учиться стрелять из лука надо всю жизнь но азы мы освоить успели стали лучниками первого уровня Аня Пулина и Анжелика Соколова все девочки любят собирать букет а интересно какой букет можно собрать в Мексике все эти растения можно встретить только в Мексике и в ботаническом саду все что находится в этом помещении это редкие исчезающие растения вот астрофитум астерис астрофитум звездный вот видите похож на морскую звезду это растение в природе практически уже не встречается природа Мексики достаточно своеобразная это гористая местность от 1000 метров над уровнем моря и выше много ветра очень много солнца и крайне мало воды кто такие суккуленты? суккуленты это растения которые живут в засушливой местности и имеют водозапасающие ткани это видно по их облику вот такие утолщенные листья или очень толстые стволики или стебли происходят от латинских слов сукус сок и лентус вязкий мы в лесу собираем чернику и бруснику а в Мексике собирают вот это это плоды кисло-сладкие плоды у кактусов ягоды довольно сочные более или менее крупные в зависимости от самих растений и практически все эти плоды съедобны как узнать кактус? у кактусов есть особый орган называется ореола вот это вот маленькая такая вот область пушистенькая а вот здесь кактус с колючками и колючки у него как раз из этой ореолы растут в Мексике есть лечебные травки? есть и одна из этих лечебных трав это агава перед вами агава американская из него получается средство от суставных болей и от ревматизма все кактусы цветут? да, все кактусы цветут но некоторые не цветут когда живут не в родной местности получается в Мексике можно собрать очень колючий букет с удивительными растениями познакомилась Соника Хриянова и Кристина Ходорева а на этом у меня все увидимся через неделю мексике мексике